всем привет сегодня у нас на обзоре будут будет пиво которое я уже давно искал которое мне посоветовал один мой подписчик с никнеймом itachi ну наверное вы его знаете он мне все уши прожижал дескать это вот самое лучшее пиво которое он пил и после него любое другое там особенно ширпотребно из магазинов просто пить невозможно становится типа вот настолько оно крутое классное значит пиво это называется русский имперский стаут русский имперский стал производится разными компаниями их несколько коникс например делает там ну короче их много достаточно на самом-то деле я в интернете смотрел у меня была цель найти хоть какой-нибудь лишь бы он назывался русский имперский стал в принципе концепция у них как я понимаю у всех одинаково независимо от производителя но там наверное какие-то конечно там по качеству там может по привкусам что какие-то отличия есть не знаю в любом случае я ничего подобного ранее не пробовал но это получается самое дорогое пиво в моей жизни друзья потому что вот эта бутылка вот так вот собственно выглядит стеклянная бутылка с черной этикеткой тут золотым написано russian imperial stout стоило 550 рублей вот ну как бы я я не я никогда не пил пиво дороже двух соток за такой объем чтобы вы понимали 550 рублей 05 это жестко но спасибо опять же упомянутому itachi он мне честно задонатил на стриме деньги на покупку этого стаута я его просто долго не мог найти и вот я его купил так что ну с учетом этого было не так конечно жаль мне тратить эти деньги ну хотя кто знает посмотрим я его еще не вскрывал как вы можете заметить на что у нас здесь написано изготовитель о эталон продукт свердловская область город екатеринбург адрес производства свердловская область р.п. белаярский улица ленина 19 пиво темное не пастеризованная не фильтрованная не осветленная javs russian imperial stout не знаю это римская цифра 5 и 1 или чего там типа вид . и единица джевс ну видимо джевс вот эта фирма тут у нас есть показатели можете их увидеть штрих-код да значит написано алкоголя здесь 10 и 5 градусов ну я пил уже и покрепче и в принципе знаком с этой крепостью а вот экстрактивность тут конечно вызывает удивление и восторг одновременно наверное 26 процентов я вот вижу она в бутылке просто как мед я не знаю густое видите но вам не видно наверное 26 процентов у него плотность это очень мощно хранить при температуре от плюс 2 до плюс 15 объем 05 right here and now написано сайт javs beer . ру указану javs в общем фирма вот это вк у них telegram есть меня еще что удивило срок годности я не знаю как но здесь написано сделано 22 февраля 23 года и годен он аж до такого же февраля 28 года срок годности 5 лет такого я никогда не видел чтобы пиво хранилось 5 лет при том что она не пастеризованная как это возможно я не знаю ну пять лет это я видел максимум два года пиво срок годности 5 лет представляете чокнуться можно такая красивая крышечка ну давайте вскрывать это чудо где его купил торговом центре наткнулся на пивной магазин бану по бар день за это правильно назвать короче там пиво продается и на с краников и просто на витрине стояли баночки бутылочки я говорю если русский имперский стал есть до медлен достал эту бутылку ну я ее купил вот как-то так то есть в обычных магазах там типа магнит такое конечно не продаются но по запаху бородинский хлеб и жженый карамель в принципе запах стандартный для темного пива скажем так ну как бы он конечно он приятный такая сладость присутствует это хлебная составляющая вот именно темного хлеба и такая вот карамельная какая-то а до составляющая забыл же состав прочитать в составе значит вода солод ячменный солод пшеничный хмель дрожжи пивные все ничего такого здесь нет больше выглядит это дело следующим образом темное черное как в одном месте плотность ну я думаю вы видите да то есть она 26 процентов да но прям такое вот тяжеленькое плотненькое такое да это интересно ну запах классный запах классный я не спорю ну просто 1 550 рублей это отечественный продукт как бы вот мне просто интересно что здесь такое должно быть чтобы из это стоило 550 рублей очень плотное как я уже сказал ну соответственно ощущения такие же во рту то есть оно прямо как нефть как что-то такое вот прям льется ну короче от обычного пива не такие ощущения не так воспринимается присутствует благородная горчинка которая очень быстро переходит в сладость здесь присутствует сладость но сладость никон там не конфетная какая-нибудь такая в принципе приемлемая именно как бы как пивная сладость скажем так то есть вот она здесь имеется привкус вот этого черного хлеба оно не очень сильно газированная газа есть но прям не очень сильно пиво не сильно холодное и не теплое оно у меня было в холодильнике но холодильник у меня слабо морозит поэтому оно такое нормальное как по мне для дегустации и чувствуется крепость оно не прям такое заспиртованное как балтика 9 там какая-нибудь или чего-нибудь такое но 10 с половиной градусов это ощущается то есть в голову прям хорошо так дает то есть ну напиться я думаю так вот две бутылки если оба бахну таких а пить его вот прям как знаешь налил там какой-нибудь светлого лагера там 0 5 стакан больше чем этот вот взять да и ты можешь его там особенно если у тебя там небольшая жажда просто залпом бабахнуть и норм вот с этим так не получится тебе мне кажется она назад выйдет нас ну потому что она плотная специфическая такое поэтому ты будешь его пить медленно растягивать получая удовольствие блин ну типа давно не стоит 550 рублей я не знаю я я не чувствую здесь кайфа на 550 рублей но честно буду говорить вот как я ощущаю это хороший качественный продукт хороший качественный стаут в принципе до составу там я знаком но я пил их естественность более бюджетный бюджетного сегмента в принципе вот портер я пока не сильно чувствую границу между портером и стаутом для меня это очень очень похожие вещи я не знаю мне кажется это переоцененная штука ну типа серьезно ему цена 200 рублей вот за 200 рублей это в принципе было бы неплохо ну это и так неплохо но это было бы типа нормально что можно иногда себе позволить там взять дело реально дело не в том что пятьсот пятьдесят рублей я цену в 200 назвал это как бы допустимая как по мне цена качество чтобы да вот поэтому 200 они я не сказал там 50 рублей именно 200 пятьсот пятьдесят рублей полтысячи ну я считаю но не стоит я не знаю она она хорошая классная да у него такой вот благородный вкус и все такое но блин как бы кайфовый и быстро пьянеешь все такое но блин пятьсот пятьдесят рублей не ребят мне не проходит ой не про не стоит она того я считаю и я не знаю как ты там и тачи после этого ну ты подумал ты я знаю что имперских стаутов пробовал несколько разных там от разных фирм это я только такой нашел но чтобы типа после него вот сказать что после него не буду пить магазины какой-нибудь там афанасий портер покупать назову такой примерно похоже потому что портер темный у него тоже хлеб на такой бородинский такой привкус и все да не ребят я вот честно я в следующий раз наверное лучше бы взял вместо одной вот этой бутылки я бы взял 4 бутылки афанасий портер он стоит 120 рублей и 130 рублей может он не такой благородный по вкусу может он да но не может так и есть но не на такую разницу типов 400 рублей ну блин вы чё поэтому я не знаю как-то маркетинг наверное ну почему она 550 рублей стоит вот вопрос почему она ну она не должно столько стоить она не стоит того не то что не должно она просто не стоит того я-то думал что сейчас я бабахну не замуж я чего-то не понимаю сейчас бабахну и типа охереть и все просто и просто пошел и и скупил весь лоток с этим портером ой стал там имперским ну не знаю типа не это классное пиво однозначно мне она понравилась она мне понравилось и по вкусу и по ощущениям по запаху она мне нравится это хорошее качественное пиво однозначно я не спорю просто я не понимаю почему она стоит полтысячи она не настолько благородная чтобы стоить столько денег вот в чем его проблема это его единственная проблема в остальном это классное пиво да ну если для вас 550 рублей за 05 это так сходить посрать то в принципе в принципе конечно я однозначно рекомендую возьмите его пейте вы получите удовольствие но если вам конечно так такое пиво нравится шпортер и стаут это же не для всех это не не такое что-то классическое типичное лагерь какой-нибудь там светлый вот ну как то так буду я его еще брать ну когда буду получать 500 тысяч в месяц буду а так нет а так нет но если встречу в принципе если встречу хониксовский какой-нибудь другой стаут я его куплю мне просто интересно познать этот дзен эту концепцию познать именно логику и тачи мне все-таки интересно вот ну короче вы поняли это классное пиво кайфовое я уже вот я немножко выпил я уже чувствую себя хмельным приятный вкус приятный аромат но 550 рублей она не стоит ну вот однозначно она не настолько кайфово как афанасий портер но вместо этой бутылки я лучше куплю 4 бутылки афанасий портер но надеюсь вы мою логику поняли в остальном да это классно как то так всем пока